Окна и двери нескольких квартир разнесло в щепки. Металл смяло словно бумагу. 32-летний мужчина, находившийся в эпицентре взрыва в квартире на пятом этаже, доставлен в реанимацию. Таковы результаты осмотра места происшествия в первые минуты после случившегося. Люди терялись в догадках, что спровоцировало взрыв в новом доме и не опасно ли теперь вообще в нем жить дальше. Он как раз отходил от двери и в этот момент произошел взрыв. Он только слышал огромный хлопок и что пошел сильный вот этот дым. Однако, когда первые страсти поутихли, специалисты осмотрели место происшествия, все оказалось не так страшно. Уже к утру понедельника большинство повреждений удалось устранить. Жизнь в доме пошла своим чередом. Здесь были представители, проверяли весь дом. Дом, как говорится, не пострадал, ни трещин, ничего нет. Просто, как говорят, сейчас будут заменять. Заменили двери и окна. Все, что пострадало. Как выяснилось, квартиру, в которой произошел взрыв, снимал 32-летний мужчина, приехавший в Зеленодольск из Питера. Это, в общем-то, и все, что о нем знают соседи. Жилец успел прослысить человеком нелюдимым и замкнутым, даже несколько странным. Вечер 24 октября должен был стать последним в его жизни. Такое решение он принял сам. 32-летний мужчина пытался покончить с собой, для чего открыл газовые конфорки и рожег в квартире костер. В результате произошедшего взрыва был поврежден балкон квартиры, а также пострадали двери квартиры на лестничной площадке. Сам мужчина с ожогами второй и третьей степени госпитализирован. Он в сознании отвечает на вопросы. Был сегодня проведен ряд диагностических и лечебных мероприятий. Согласован на завтра. План перевода его в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы. Ожогами кистей, которые есть у этого больного, глубокие ожоги кистей, занимается ожоговый центр. Для этой цели мы его переводим туда. Поскольку больной был в ожоговом шоке, поэтому он был помещен в отделение реанимации. На данный момент больной из шока выведен. По словам медиков, в состоянии пострадавшего уже есть так называемая положительная динамика, но каких-либо прогнозов делать еще слишком рано. Сейчас поврежденные от взрыва квартиры уже вовсю ведутся восстановительные работы, а за жизнь 32-летнего пострадавшего продолжают бороться медики. Как только мужчине станет немного легче, вероятнее всего, будет проведена специальная экспертиза, которая поможет установить, насколько вменяем был мужчина, который подобным образом пытался покончить с собой, а заодно и с проживающими рядом людьми. По данному факту, следственным органам Следственного комитета Российской Федерации Республики Тарстан возбуждено уголовное дело по статье нарушения требований пожарной безопасности. Проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование, по-моему, дело продолжается. То, что в результате взрыва пострадал лишь один человек, следователи называют счастливым случаем. О том, что подобным образом он пытался свести счеты с жизнью, пострадавший рассказал полицейским сам. А вот что за причины толкнули молодого мужчину на столь отчаянный шаг, пока остается неизвестным.